Молодший жертополох. Продукт с очень-очень мягким желчегонным действием. Поэтому я не видела за работу с этим продуктом ни разу, чтобы он хоть какой-нибудь даже маленький камешек в желчном пузыре сдвинул. То есть он очень мягко работает. Если у человека там лежит булыжник, например, в желчном пузыре, то есть большой камень, там сантиметр, там к сантиметру, там чуть больше сантиметра, то можете спокойно давать, молочный жертополох, он никуда не сдвинется. Дозировочка его стандартна по одной-два раза в день. Мы принимали ей два и три месяца, то есть никакой речи о двух-трех недельках не идет. Во время еды. Он принимается во время еды. Больше можно, да. Когда я его люблю применять, то есть и капсулу можно больше, и больше прием. То есть дозировочка тут такая, но профилактически лечебная дына. Расторовшая прекрасно выводит продукты метаболизма, лекарств из ткани печени. То есть кому ввиду каких-то жизненных обстоятельств пришлось попить таблеток, наркозов, какие-то химии и т.п. и т.д., то кто на вредных производствах. То есть вчера вот у меня приходила женщина, сын работает где-то в Финляндии на металло чего-то добыча, я даже не поняла где. То есть он говорит, я одежду не могу отстирать, они работают без респираторов. То есть я даже себе страшно представить, что у него в легких, да. То есть вот все профессиональные вредности, особенно людям, которые работают на каких-то нефтегазозаправочных станциях, они все равно этим всем дышат, да. То есть с нефтепродуктами, вот везде-везде, да. То есть там, где есть токсическая нагрузка с воздухом или еще как-то контактным путем, да, через кожу не имеет значения. Вот таким людям, конечно, 2-3 раза в год, по 2-3 месяца обязательно, мало чертополох, нужно кушать. Вот видите, то есть мы когда говорили о гриппании, помните, я говорила, что нехорошо... Субтитры сделал DimaTorzok